В случае девайсов и гаджетов, они явно готовы. Проект называется Open360. Это камера, ну, это покише проект. Это камера, которая будет снимать 360 фото и 360 видео. На данном этапе у нас еще не совсем рабочий проектип. Я сподіваюсь, что за все 30 минут мы ее нас трошки допиляем. Мы уже не сможем сделать панораму 360, а на 360 на 180. По людям, если кто-то старый гаджет или в ту сторону, плюс по серту OpenCV или какие-то новинки. Отметили себе вот эти страшные слова? Что нужно? В тренде будет, так как сейчас трансконы. Через 2-3 года все-таки не будет. В нашем родине, что поставили телефон. Будут маленькие девайсы, которые будут сразу делать панораму. И автоматом по 4 или 5G выливают на ваш профиль рейт. Facebook, Google, что там вас найдете. Вот, соответственно, сейчас самый дешевший девайс, скажем так, половину того, что мы планируем сделать сейчас, пошла в районе 3000 баксов и дает приблизительно 4К для их фотографии. Nokia выпустила за 60 000 баксов на 50 мегапикселей свой девайс. И, соответственно, за 60К его никто не хочет купить, кроме телерадиакомпании. Ну, там, кто-то купил. Мы хотим сделать девайс, который вкладывается в 2К. Грубо говоря, який будет давать порядка... Ну, потом прототипу, что сейчас. Это 100 мегапикселей на фотографию. Это, чтобы понимали, за то, что фоткаем один раз в секунду, за годину набираются терабели. Да, если это будет видео, можно, гипотетично, на поточном залезе сделать мультикам на 120 кадров в секунду. Ну, 25 кадров в секунду, 8 мегапикселей на фотографии. Это порядка 64К видео. Для этого нужно минимум гинабита зернет, чтобы это все работало. И, если полностью проще говорить, то это 10 мегабит оптика зерной камеры. То есть это сервак, если в кмаре рендерится, и, соответственно, вы можете выдавать уже... Наверное, если достойные мощности, то без отримки, как на YouTube, порядка дворцвалою, вы можете выдавать пару секунд сразу в онлайн, ну, там, або там, по РТСВ, КМП, в монтажку, на квадратную китрику, там, и далее, иначе. То есть вся обработка материалов иде в кмаре. Шлезяк, который снимает 360, и мультиплатформенная, открытая система, это позволяет або заработать самому, або придбать кит-наборчик и сделать уже, типа, вес, так, как хочется. Вот так вот, коротко. А если это испытание, то лучше. Помогайте, ребята вам продавать. Можно ли это? Конечно. Я вижу, у вас есть штаб, да? Ну, мы пока что тут, типа, как в трех, а это еще одна команда, а мы там знакомые, мы там не знаем. Окей. Подробные для телевизийники, которые смогут сказать, в каком формате они хотят получать ответку от железяки, и чтобы им было заразручно работать. В свою очередь мы можем порадить, на базе чего можно в кмаре работать те или иначе, для того, чтобы оптимизовать по грошам и по технологиям. Можно поработать 5 секунд вашим аутсорсным китоком? Внимание, внимание! Значит, YouTube уже показывает только 360. Facebook недавно зарелизил тоже фото-видео 360. Все, хоть вы и против порно, но порно это двигатель прогресса в интернете, и благодаря порно все появилось. Хорошо. Значит, вот эти все кардборды, которые сейчас стоят 30 долларов, картонные, которые сейчас там облипус и так далее, они разрешают тоже это все смотреть. Уже, наверное, видели картинки, когда конференции в Японии уже вручение дипломов идет с камеры 360. Пока что это все гип-штучки. Правда, камера стоит 60 тысяч долларов, есть компромиссный вариант купить 16 GoPro, слепить их в круг и этим играться. оно там будет стоить 8 тысяч долларов. Samsung, Nokia, кодеки обещают выпустить через годика полтора-два камеры 360, которые будут стоить 800-600 долларов. Последний телефон Samsung уже выходит с специальной камерой, которая работает только в спаре с Samsung. То есть, ребята, рано или поздно это станет с масс-маркетом. И это станет, как сейчас селфи, вообще правильно сказали, это будет с масс-маркетом. А что предлагают ребята? Грубо говоря, мы могли вести трансляцию с того же Майдана в 360. То есть, не то, что тебе показывает оператор, а видеть, как он есть, это тотальное подружение. И, собственно говоря, для регионального телевидения, то есть, снимать видео в 360, там, снимать в шоке у нас в пятый квартал не так актуально, как показывать события наше. То есть, для... Это как альтернатива прямых включений, то есть, то, с чем вышел в свое время Хроманский, только это еще и намного шире, и без фокуса журналиста, а фактически с погружением в атмосферу. Вот, ребята разрабатывают железки, у них там много терминов, которые вы можете не слушать. Просто у тебя, опять-таки, телевизионщиков, какие у вас есть мощности каналов, и как вам с вами состыковаться, чтобы региональный канал мог себе позволить купить такую камеру и вести онлайн-трансляции, от которых у всех будет млайн-трансляция. Да, и ни один телеканал не сможет сделать конкурироваться. Спасибо! Мое предложение в вашей разработке для медиа-трансляции, а для пользователей? Переставатели тоже могут себе собирать. Есть много тусовок, которые крутят железки на Raspberry, Arduino, Intel. в том, что это будет открыта платформа. То есть, на этом сильно может заработать виробник. Сейчас рынок не нагретый, мы делаем открытую платформу, что ты сам сможешь собирать это. Не обязательно его купить у нас. Мы можем продавать готовые наборчики, которые там бах-бахи слепили, а просто нажав кнопочку и включили. И в том, чтобы люди сами могли сделать вот это. И чем больше железы будет вырабатывать, тем дешевле все будет, тем крутише настанет завтра и послезавтра. И вновь, послезавтра есть шансы, что оно может остаться завтра. А как технически смотреть на плоском телевизоре круговую картинку? Не на плоском телевизоре. Целая куча очков виртуальной реальности. Начиная от 7-долларовых картбордов, заканчивая 100-долларовыми Samsung Gear VR и 600-долларовыми Vive и Oculus Rift позволяют просматривать с помощью акселерометров в любой стороне, куда вы повернете голову, туда вы и будете смотреть. То есть, если посреди Майдана или, например, посреди концерта какого-нибудь стоит эта камера, то вы можете повернуть, посмотреть с любой стороны, где что находится и что вас именно интересует. Короче, здесь уже телевизоре вы запомнили. Еще вопросы. Я чуть-чуть дополнил о применении. Например, мы все привыкли к формату верховной рады и стене камеры. Представьте, такая камера просто по центру. И мы находимся вокруг. Мы смотрим, как-то там, какие вы говорили. Спит кто-нибудь из-за того голосуется. Идеально посыпать несколько штук, чтобы у него силы, и чтобы можно с ним между нами было включать. Абсолютно. Я вам могу показать? Нет. Это уход в детали, но это сейчас прямо не нужно. У вас был... Нет. Это уже, да. А, это уже... Next idea? Да. Все хорошо. Что? Даже камеры? Нет. 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 Выссайты. Ты это можно переверить. Главная, ключевая идея есть автоматическая постабровка и анализ информации. Работа с Big Data, это тренды завтра и после завтра, как сказал А. Это, если я коротко, и фишки, я думаю, мы раскроем изгодом. Уточняю еще вопросы, кто что понял, так... Тут же есть координар. Я бачила эту идею, она не станет доступна. Багато випадков на журналісты, в чём они не хотят, чтобы их находить. То есть и прополам это, потому что ревно туда приходят, и, как у пана Богдана Кутепова, забирают нафиг все, что он получил с Майданом. И в этом все заканчивается. Чем врахована для беспеки? Это вопрос решается опционально. То есть человек может выбрать, что хочет она раскрывать свои GPS-координаты или нет. Если человек раскрывает свои GPS-координаты, все глядачи могут быть уверены, что трансляция ведется именно из определенного места, а не в каком-то другом для выкривания информации. Хорошо, последний вопрос маленький у меня. Возможно, так называемый отложенный стрим? То есть у нас снято, потом человек оттуда сникался, схемку вынул, сидит себе спокойно курит, а вот то действительно было снято на этих GPS-координатах. Это и есть информация, которую немного позже хотели донести, но так, если нет доступа для интернета, видео записывается локально, и при установленном доступе оно вывантаживается в интернете. Кто вам нужен? Чи нужен вам кто-то из тех, кто тут есть в команду, в разработку ресурсов? Я думаю, с точки зрения медиа нам нужны люди, которые формуют более конкретно задачи для себя. То есть у нас есть люди, которые этим занимаются в плане разработки, в плане идеологии, но хочется еще и видеть точку зрения медийных людей, которые имеют отношения к этому. Ну вот, как минимум, я до вас точно приду, потому что я уже в восторге. У вас был комент? Ну и коментар с приводу безопасности. Идея в том, что это как программа для великого комьюнити, и если ты где-то стримаешь, то много других людей, которые рядом или рядом, они видят, где ты находишься, и если что-то с тобой станет, то приведет на допомогу и все-таки. Ну хорошо. Тут еще гражданская журналистика, я понял, может быть заметна. Окей, прошу. Сейчас стримим. Несколько вопросов по проекту. Есть ли кто-нибудь проекцию, касательно того, как это будет монетизироваться в локальном рынке? Раз, два. Это касательно того, сейчас стримим. Это стримим платформ, который предлагает возможность достал им вам клик, погнал куда-то отправлять поток огромного множества. И насколько это актуально в локальном рынке. Если это не выгодно у паркет-платформ, то, скажи, закешувание. Маркет-стратегия выведения это на мировой уровень. Почему? Потому что, насколько я понимаю, сейчас стримим-платформ огромное множество. И основная задача не дописать стримим-платформу, а превратить это в кэш. А с кэшем есть нюансы. Потому что ты, который за 280 миллионов купил Amazon, купил его не для того, чтобы на нем зарабатывать, а для того, чтобы загрузить свой дата-центр. Трафик. Ну, то есть заниматься монетизацией через сейв. То есть стриминг-сервис это очень круто. Но типа, а, деньги, б, как на это реагируют агентства, то есть банджет-фолдеры. И вообще, как вы собираетесь выживать, если их не будет? Смотрите, по поводу вопрос монетизации. Поэтому мы сейчас и ищем людей, которые работают в медиа, чтобы понять, какую задачу ставить в целом. По поводу того, что есть в платформе данные, если будет вопрос качества контента и его направленности. Если телескопик может стримить и девушка, которая там целыми днями занимается селфи, и с другой стороны какая-то интересная конференция, то у нас это будет конкретно как инструмент гражданской журналистики. И главная идея в том, чтобы видеть все актуальные события для людей и для страны. Не просто какие-то там локальные, я вот сегодня купил себе новую футболочку, и я об этом хочу рассказать всем. А важное, важное событие на самом деле. Вот это главная идея. Кстати, о футболочках они там лежат. Спасибо. У нас такая короткая ремарка. У нас есть сервис LiveAx. Не важно, если не буду рекламировать, это не понятно. У нас есть сервисы, которые ориентированы на монетизацию как раз подобных платформ. Я вам потом скажу, как они называются. Да, спасибо. Вот. Они со старта работают с шестью контент-провайдерами. Это Перископ, Инстаграм, Ютуб, Меркан, Стрим и Дженей. Как минимум, вся эта шестерка большая, которая уже подключена, но имеет существенно большие возможности по стартовым капиталам, по маркетингу и по всему. И вот вам нужно UDP, чтобы либо лечь под кого-то, либо качественно выстрелить. Я думаю, это мы как раз и решим в ближайшие 30 часов. И будем об этом общаться. Интересно будет узнать мнение людей, которые в этом году. Это будет очень ценно. Да. Ура. Next. Давайте их не затягиваем. Все. Спасибо.